Псалмопевцы Мы часто читаем эти слова. Действительно ли это так? Действительно ли тот, кто ведет нас по жизни и ведет нас в существенные цели, и ведет нас в свое царство, есть наш Господь? Вроде бы знакомые слова. Господь, вера, церковь. Но каждый раз не должны ли мы их продумывать настолько серьезно, чтобы это действительно стало нашей жизнью? Ведь смотрите, какая радость. Слышать Господа, как Он называет нас по имени. Каждого из нас по имени и всех вместе, как церковь. Чтобы выводить нас и вводить, как в библейском словопотреблении называется, жизнь вся. Чтобы питать нас, чтобы пасти и поить чистой водой. Мы все мечтаем об этом, и все люди в мире мечтают о том, чтобы хорошо поесть, выпить чистой воды, дышать чистым воздухом. Действительно ли наша вера в том, что мы это уже почти что делаем сейчас здесь, на земле? Ребенок спросил, а как мне Бога увидеть? Проповедник открыл ему окно и сказал, подставь лицо свежему ветру. И вот выражение человеческое, куда ветер дует, смотреть, становится новым в связи с ветром Пятидесятницы. Мы смотрим, куда Господь нам указывает путь. И куда Он нас зовет, и более того, куда Он нас ведет. Мы говорим, заступи нас, Господи, спаси помимо. Заступи, то есть встань вместо нас, а мы спрячемся за Твоей спиной и будем пастись мирно. Как слышать? Это должно быть и должно быть рагостно. Пока не произойдет то, что апостол Павел нам сегодня сказал. Не отобразится в нас Христос. Пока Сын Божий не откроет Себя в нас, для того, чтобы наша жизнь с Ним была едина, а Его жизнь – это полнота жизни. Это исполнение всех смыслов. Это вечная жизнь. Это то, о чем нельзя сказать, но что Бог нам приготовил для того, чтобы мы с Ним жили все вместе. Потому что поодиночке с Богом жить трудно, а может и невозможно. Поэтому Господь нас здесь всех собрал, как мы поем сегодня. Нас призвал в соединение. Для того, чтобы все это произошло, и чтобы наша радость, и Божья радость о том, что мы радуемся с Ним, тоже была совершенной. Господь благословит и укрепит всех нас. Спасибо. Спасибо.